здравствуйте дорогие подписчики у нас вопрос от возил их я его обычные трудности практика особенно первое время то есть то с чего мы всегда сами начинаем свой путь вот собственно написывает вкратце пробежимся здесь ничего сложного но немножко разберем здравствуйте мастер да если да если у меня энергии мало йогой заниматься еще и лень мешает вот возил их я и в как я понимаю из одной из азиатских стран и немножко текст пишет он мне приходится по ходу его дорабатывать поэтому немножко будет кое-где непонятно в общем суть в том что он говорит о том что мало энергии и это занимает это мешает заняться йогой и плюс еще мешает лень вы знаете вот эти качества как бы есть есть тенденции определенных лекторов да когда они объясняют что такое лень что такое как с ней справиться что такое гнев как с ним справиться да я считаю все это психологией каждый человек изначально понимает прекрасно что день гнев можно контролировать с ленью легко бороться с помощью дисциплины просто берешь себя в руки это это не что-то что нас на нас навалилось и мы не можем там ногу поднять или руку поднять лень это просто отсутствие дисциплины здесь отсутствие дисциплины нарабатывается с помощью той же самой дисциплины просто надо себя взять в руки объяснять здесь собственно нечего а вот относительно того что мало энергии мало энергии у всех вот то есть если мы рождаемся на нашей планете то у нас естественным образом энергии много не быть не может да если у нас было много энергии если бы она была чистая мы здесь не родились вот поэтому хотим или не хотим это наше состояние когда у нас минимальное количество энергии это отправная точка с которой мы начинаем свое развитие вот относительно лени лень она связана с левым каналом в теле человека есть три основные канала ну точнее семьдесят две тысячи каналов и из этих семидесяти двух тысяч каналов три три канала основные слева от позвоночника течет канал и да справа пингала центральный канал называется сушом на он протекает в позвоночнике за левый канал за и да за лунный канал несет ответственность бог шива за правый канал брахма соответственно центральный канал за него несет ответственность шрины райана и такие негативные качества которые известны как лень а там же отсутствие дисциплины потакание своим слабостям неспособность контролировать отсутствие контроля неспособность собраться сосредоточиться это все проявление там а гуны тамосичной энергии тамосной энергии да возможно кому-то покажется что это такая информация которая несет себе никакой пользы но на самом деле данная информация очень важна почему потому что если человек взращивает себе или потакает сам себе свои лени свои глупости свои своему невежеству то он таким образом постоянно подпитывает свой левый канал свою свою там агуну этой же самой энергии да то есть своими поступками мы подпитываем усиливаем накапливаем а вот энергии тамос или там агуны будет все больше и больше и именно там агуна она вынуждает нас рождаться в мире животных часто там агуна вызывает нас вопросы сочетании с раджесом да проявляются такие качества как жадность и мы можем упасть в миры голодных духов там агуна точно также не позволит нам видеть реальности вплоть до того что можно стать демоническими существами то есть все демоны это скажем так томасичные полностью томасичные существа обратите внимание все демонические существа описанные в священных писаниях да они очень любят аскезы для них там 10 тысяч лет стоять на одной ноге это за милую душу да там бога бога брахму призвать для того чтобы тот это явился благословил да и все такое вот они они готовы 10 тысяч лет то есть для них аскеза это вот это это их жизнь почему аскеза и тамагуна так близко находятся потому что аскеза это самый условно говоря эффективный самый практичный способ трансформации тамагуны другого способа очистить тамагуну не существует внимательно слушайте пожалуйста сейчас опять таки это довольно важно и представьте себе не чистые души демонические существа пребывая в этой гуне да они в какой-то момент находясь полностью состоянии невидения они начинают совершать аскезы но на самом деле бог шива соблюдает аскезы и вообще вообще как бы практики в гуне там тамаса в тамагуне да они более аскетичные они это это практики связаны с ограничением еды с ограничением условий жизни вот с постоянным насилием над телом да то есть вроде бы кажется что эти практики дают нам силу накапливают да но то же самое время эти практики они усиливают наш эгоизм понимаете то есть ну ладно этот другой момент и я специально провел параллель так вот когда мы накопим вот эту тамасичную энергию когда у нас ее будет много единственный способ с помощью которого мы сможем с ней справиться это будет аскеза и на пути аскезы будет один сплошной поток а страданий и боли и другого пути не будет потому что как бы с накапливая тамагуну мы находимся ну или переходим под влиянием бога шивы и люди в которых доминирует тамасичная энергия тамас энергия тамаса энергия невежества вот они с удовольствием туда они как бы избирают своим правящим божеством бога шиву или одно из из воплощений бога шивы то есть это может быть там махадев кто там еще на тараджи вот для них шива это все шиву они да то есть на самом деле если человек любит бога шиву да если он почитает бога шиву если он там начитывает мантру выполняет какие-то практики там трясется от того чтобы там надо посетить святые места бога шивы вот это напрямую указывает на то что очень сильно вибрирует левый канал связанный с тамагуной но на этом пути друзья мои кроме аскез не будет ничего для того чтобы понять к чему приведет нас эта энергия посмотрите на бога шиву вот он сидит его изображают всегда сидящим на леднике на шкуре тигра обнаженным в позе йоги да когда у тебя ничего нету у тебя нет еды это да но ты весь поглощен стремлением к пробуждению да и ты страдаешь находишься таких страдающих условиях вот проведите параллели постарайтесь понять что у шива нет ни дома ни работы ни детей ни семьи именно к этому приводит но это тамагуна приводит в чистом виде в не чистом виде тамагуна приводит к состоянию мира животных то есть можно родиться свинкой жить в хлеву где-нибудь можно родиться какой-нибудь там кошечкой собачкой за нами там будут ухаживать вот но это тамагуна это энергия невежества хорошего ничего ну да то есть это эти состояния и очень часто так бывает что из миров ниже мира людей выбраться быстро не получается да то есть описываются истории иногда что допустим попадая в мир животных душа могла накопить какие-то греховные реакции и дальше пойти еще в более ниже нижние миры да то есть мы можем допустим допустим воплотившись котом к примеру задушить или загрызть какое-нибудь священное животное допустим павлина да или еще какой-нибудь вот и из-за этого накопив дурную карму мы можем упасть еще более низшие миры и так вплоть до адов понимаете то есть в любом случае нисхождение в нижние миры любое проявление энергии там тамаса оно неблагоприятно неблагоприятно вот лучшим способом да то есть лучшим способом является все-таки следование центральному пути энергии мудрости да то есть но обычно допустим в искон да или кришнаитам или к вайшнавам ту же самую шрисом продаю какие люди привлекаются да или же допустим во вриндаван какие люди привлекаются исключительно те которые у которых доминирует работа центрального канала у которых у которых энергия левого и правого канала лунного и солнечного находится в балансе я уже объяснял что если у человека допустим доминирует работа правого канала мы можем выбрать такие традиции допустим как христианство что с правым каналом с пингалой солнечным каналом связано христианство да вот ну частично связано оно также оно также аскетично также но но более деятельно да то есть правый канал он связан с деятельностью с обилием деятельности это большой объем работ да если шива постоянно в медитации да он отрешенный от мира он только в медитации да то правый канал это канал непрерывной или постоянной деятельности когда на пути духовного развития мы находим баланс между правым и левым каналом мы как бы наше сознание оно входит в центральный канал и там мы уже развиваемся и там уже мы ищем именно божеств которые соответствуют нашему пути нашим энергиям а центральному каналу деятельности центрального канала соответствуют божества кришны нрисимхи варахи джаганатхи вот калки аватара венкатешвары рангаджи да вот таких вот витхобы вот таких вот божеств ну и естественно проявление их энергии шакти то есть там же и лакшми там же и шри дурга допустим вот это все связано именно с центральным каналом давайте здесь дальше еще есть так мантры читать чтобы непонятное эго усмирить не надо бороться с эго надо просто начитывать приучить себя к дисциплине и начитывать мантру путь борьбы с эго это путь опять таки деятельности да то есть если мы уже говорим об этом то это как бы указывает на то что в нас сейчас доминирует работа левого канала с эго бороться не нужно на пути ну энергии мудрости на пути центрального канала с эго никто не борется борется в основном с эго в таких ложных традициях как адвайта вот раджа йога вот шиваизм вот там очень важно избавиться от эго почему потому что только избавившись от эго можно действительно вырваться из этого из этого мира ну вот существуют еще другие традиции но как бы ну я думаю что о них и так многие знают вот в вайшновизме на пути почитания аватаров на самом деле нет необходимости избавляться от эго его просто очищают вот и оно впоследствии становится нам слугой то есть оно помогает оно способствует нашему развитию не надо бороться то есть не надо тратить силы на борьбу с самими собой это я считаю это признак один из признаков невежества да то есть эго это часть нас да это не чистая часть это часть нас которая пребывает в заблуждении вот но бороться с эго это все равно что бороться с самими собой мы будем силы тратить на то чтобы победить самих себя духовные заслуги от этого не будет никакой ну вообще никакой ну то есть это форма невежества понимаете когда мы боремся сами с собой при этом называя это каким-то благовидным образом да я пытаюсь усмирить свое эго ну бред на самом деле да этими объяснениями пользуются некоторые а-ля духовные учителя но на самом деле это путь такой в стиле шиваизма в стиле каких-то нео-адвайты там там этого добра на самом деле конь не валялся но это ложный ложный путь это все равно что там бороться со своей рукой и говорить слышь ты ты там я я свою руку должен усмирить или ногу я свою должен усмирить она сгибается в колене не в ту сторону надо чтобы одно колено сгибалось правильно а другое в обратную сторону сгибалось ну понимаете это глупость это невежество но существуют в нынешнее время такие традиции опять-таки это все связано с тамагуной если энергии тамаса много то мы будем стремиться к этому именно к тому чтобы усмирять свое эго если у нас все находится в балансе мы будем следовать традиции и там не нужно будет бороться с самими собой там все это произойдет естественным образом просто продолжать практику продолжать начитывать мантры продолжать следовать праздникам экодаши почитать там четурдаши праздники дни рождений вот соблюдать регулирующие принципы заниматься йогой ну и так далее и так далее все что необходимо все оно само постепенно все очистится то есть в вишновизме как бы не делается тупая глупая работа то есть не надо не надо тратить годы на то чтобы бороться с самим собой в результате остаться ни с чем понимаете есть десятки и сотни тысячи людей которые десятилетиями боролись со своим эго и пали и вы думаете они получили какое-то какое-то духовное воздаяние за это кармически никакого духовного воздаяния духовной заслуги от этого нету то есть человек не получает никаких благословений десять пятнадцать двадцать лет а просто вычеркиваем из своей жизни и мы не получим за это никаких благословений потому что мы в силу невежества боролись сами с собой глупо полностью далее так или что еще где там бессилен посты помогут все вместе не осилю что сегодня в общем смотрите друзья если вы не можете соблюдать посты в полной мере научитесь их вот смотрите мы же все равно все посты празднуем допустим у вас не получается соблюдать весь пост с утра с утра до утра не есть не спать не проблема начните допустим в одно в один день в первые Экадаши допустим соблюдайте Экадаши до обеда расслабьтесь никто не заставляет прям целые сутки не кушать да не надо подвергать стрессу организм вот сначала давайте до обеда вот до обеда мы соблюдаем пост мы смогли сдержаться до обеда отлично это наша маленькая победа на следующий пост мы соблюдаем Экадаш уже до 6 часов вечера допустим предположим кто-то может быть до 4х кто-то может быть до 10 вечера кто-то может до 12 вот я предлагаю там увеличивать пост на 3-4 часа это вполне для ума это не не является стрессом на третий пост уже через месяц да мы соблюдаем допустим пост с 12 до 12 ночи нормально вот там почувствовали что уже не можете засыпали засыпаете сильно проголодались пошли там что-нибудь перекусили пошли отдохнули даже если мы соблюдем не весь пост мы прилагаем усилия и частично мы будем накапливать благословения да эти благословения будут незначительные но они будут это будет наша победа именно с этих маленьких побед будет складываться наша победа целостная с этого надо начинать не надо рвать ставить с собой перед собой нереальные задачи для того чтобы потом впоследствии разочароваться вот поэтому ну и так постепенно потом можно там додержаться до 3 ночи и с чистым с чистой совестью лечь отдыхать потом додержать до 6 утра потом до 12 дня кому нужно да там я знаю многие мастера допустим во Вриндава они держат и два даши то есть второй день тоже выдерживают полностью точно так же опять таки все от практики зависит так далее так во первых распознать свои ошибки исправить эти глаза когда видят красивое женское тело вот шею разворачивает до боли и к смеху но и доля правды здесь лежит что происходит ну в общем тут написано весьма непонятно вы этот комментарий можете кому интересно будет прочесть под роликом духовный корабль на запчасти ну буквально неделю назад он вышел вот не могу перевести последнюю часть фазила да прям он что-то прям так так загнул без запятых у меня мозг просто вскипает ну в общем следующая часть его вопроса связана с интересом к женщинам вот на самом деле друзья мои на пути йоги влечение к противоположному полу оно не отторгается на пути йоги нет радикальных запретов относительно того чтобы избегать отношений чувств любви взаимоотношений и так далее то есть возникает необходимость чувствуете что нужно заводить семью смело заводите смело влюбились чувствуете что ваша судьба видите знаки какие-то в медитации хорошие смело идете в загс расписывайтесь рожаете детей и в йоге это вообще не мешает знаете как бы да я согласен что многие традиции говорят что секс интимные отношения женщина зло секс зло вот интимные отношения ради удовольствия зло да в этом есть смысл есть в этом смысл но этот смысл он находится в утрированном состоянии на самом деле в этих всех качествах нет как такового зла злом является неверное использование всех этих качеств и состояний эту тему мы не будем рассматривать потому что это уже больше там какими-то элементами тантры попахивает у нас тема немножко другая вот мы не занимаемся этими садханами вот но интимные отношения и любовь и чувства они должны быть почему объясняю потому что когда мы рождаемся в этом материальном мире да все люди которые рождаются на планете все они обладают кармой мира людей человеческой кармой человеческой а в обязанности людей или нашим естественным состоянием является являются семейные взаимоотношения поэтому эти кармы эти предназначения есть у всех без исключений вопрос конечно немножко другой может возникнуть да если мы будучи юношами или девушками слишком сильно гужбанили вот вели как это сказать помягче да бесконтрольный образ жизни и тогда нижние центры могут оскверниться и судьба может утратиться да то есть мы можем свою судьбу мягко говоря я не хочу использовать каких-то плохих слов вот мягко говоря не заметить да ну поняли смысл вот судьба это явится а мы будучи уже в таком немножко развращенном состоянии избалованном состоянии мы просто не заметим свою судьбу и все и тогда уже и это это является бичом нынешнего времени очень многие мужчины очень многие женщины находятся вне брака вот это как раз и есть основная проблема того что мы вместо того чтобы стремиться к созданию семьи а к этому нужно стремиться мы искали себе каких-то утех вот в результате наполучали всевозможных осквернений осквернили свой ум и не смогли увидеть и распознать свою судьбу и увы но таких и мужчин и женщин довольно много в нынешнее время большое количество вот браки разваливаются опять-таки по этим же причинам поэтому и говорится что на самом деле нужно как бы себя беречь беречь до до семейных отношений и тогда ну тогда это действительно принесет благо вот а то как мы сейчас живем это путь ну мы сами понимаем к чему поэтому в плане взаимоотношений любви ну любви разумной мудрой понимаете наоборот наоборот я даже подталкиваю да нужна семья нужна любовь нужен нужны интимные отношения вот существуют массы произведений масса книг как использовать те или иные отношения и так далее да то есть кто захочет это можно найти там есть разные произведения вот ну опять-таки у нас просто канал этому не посвящен я не хочу эту тему поднимать вот но это все можно изучить и вы ну как бы поймете как правильно вести себя внутри семьи ну то есть не надо сгоряча у нас как-то я был знаком из питера с одним ну мы как бы находились в одной организации вместе его звали анатолий вот у него у него было две дочери и супруга вот очень хорошая семья на самом деле ну то есть я видел фотографии впоследствии я еще когда просмотрел фотографии подумал ну как то знаете променять супругу красавицу и двух очаровательных дочек вот на какого-то гуру сектанта ну такое себе удовольствие вот и вы знаете он сначала приехал стал очень рьяным отважным таким прям вот практиком вот а потом просто тупо на все забил ушел снял с себя все эти имена выплюнул это все из себя вот протрезвел вернулся к семье опять женился на своей собственной жене и опять продолжил воспитывать своих красивых прекраснейших дочек и при этом продолжал заниматься духовной практикой правда уже не не тем отстойным методом не следовал тому отстойному пути которому шел в той организации в которой был также и я то есть ну я знаю массу таких примеров там знаете о каждом можно было бы рассказывать и примеров таких наверное тысяч да каждый человек который там был можно было бы приводить в качестве примера да но вот вот здесь вот явный пример того что как бы мы не стремились к аскезе если у нас есть предрасположенность да к семейным отношениям лучше развиваться внутри семьи без аскез садхан каких-то каких-то ложных вот но при этом пусть менее эффективно но более надежно более уверенно но все-таки прогрессировать развиваться и совершенствоваться чем вот так вот сорваться всех бросить выстрелить сбежать потом вернуться опять жениться ну да с одной стороны конечно романтика произошла очень мощная переоценка ценностей да то есть он понял что на самом деле его супруга его дети самые дорогие вот и они не мешают развитию вот и он кинул своего духовного учителя потому что тот ему просто впаривал неверное знание неверное наставление вот ну это была такая история у нас ну это такой пример знаете вот поэтому любовь ищите ищите хорошую чистую благородную вот не бойтесь ну и йогу не не закидывайте да в потоке чувств должно быть все умеренно да должна быть и любовь должна быть семья но должна быть йога мантра и духовная практика тогда это будет вот это есть духовный серединный путь вот все остальное от лукавого от бесов ну вот и так далее ну смотрите я обожаю свою супругу вот обожаю своих детей вот хочется сказать грубость но право воздержусь относительно всяких попыток там найти учителей которые будут мне навязывать там аскезы всякие там монашество и так далее ладно немножко на такой юмористической ноте ролик довольно простой ответ подписчику фазил у нас довольно древний подписчик вот мы всех наших подписчиков ценим любим уважаем до новых встреч